МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем участке 132 человека. У нас три смены по 6 часов, одна ремонтная, четвертая смена. Каждую смену в обычную ходит от 12 до 14 человек. В первую смену более 20 человек, потому что в первую смену очень большой объем работ. И в зависимости, как произведут работы ремонтные, как будет работать суточная лава. Ну, могу ничего сказать. Шахтеры вообще гордятся своей профессией. Шахтер не каждый может стать, шахтер равна родиться. Надо любить профессию. Каждый, кто к нам сюда приходит, обретает, ну, как говорится, вторую семью, второй дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отучился просто в учебном пункте на горно-рабочего честного забоя. ГРОЗ. Передвижщик секций в лаве забойного конвейера. Нашей бригаде 11 человек. ГРОЗа и два комбайнера. Верхнюю лаву отработали. Сейчас отрабатываем вот эту нижнюю. Сейчас запускаться будет линия. И запустим наш комбайн СЛ-500. И поедем по углу, по добыче. Вниз. Вверх мы едем по зачистке. Вниз рубим. И увидите, как мы добываем уголь. Это охлаждение. Это у нас водяное охлаждение. Это должен двигатель охлаждаться. Мы ремонтная смена подготовительная. Подготавливаем, чтобы все остальные три смены, они ехали по добыче углю. А мы подготавливаем. Механизмы, шланги меняем, цепь натягиваем, сокращаем. Где-то неполадки они передают. Нам наряд дают уже в первую смену. И мы устраняем эти неполадки. Замена балла, отламена. Ну, все. Вот так он есть. Всю лаву. Ниже, ниже, ниже опускаемся просто. Вот у нас эта лава 400 метров. Еще ниже есть еще лава. Там будем отрабатывать. Ну, еще метров на 50, побольше, может, на 100. Ну, я работаю больше 20 лет на предприятии. Поначалу было страшно, сейчас нет. Сейчас все нормально. Боялся то, что когда завал, допустим, садится. То, что было над секцией сейчас, она все падает сзади. Завал. Он по-напонятному называется завал. Каски улетают у нас. Да, бывает такое. Воздух вытесняет оттуда, садится и все. Ну, так, придерживайся, придерживайся, бывает. После смены, бывает, да, устаем мы сильно. И еще, если бывает, дизель ломается, пешком выходим. Это вообще. Вот вчера сломался, пешком ходили. Мне сейчас 44. Я на пенсии уже четвертый год. Почему я дальше работаю? Ну, у меня ребенок маленький, 4 года ему. Надо кормить. Ну, вообще в семье трое. Старший уже 19 лет, средний 17, а вот сыну у меня 4 года. Но обычно в свободное время езжу на машине за грибами, за ягодой, брусникой. У них нету брусники, кто приезжает сюда. У нас здесь брусника есть, хорошая, с кислинкой, ягодкой. Я родился в Чикдомынии, коренной. Не собираюсь не сюда уезжать. Ну, мне нравится здесь. Хотя есть, да, есть знакомые, которые уезжали. Ну, себе там в Краснодар, еще в теплые края. Там через пару лет они приехали опять сюда. Опять же работают. Опять же устраиваются на работу, опять же в шахты. Там что-то не хватило. Теряют северные, зарплата меньше. Вот так, вот такое. Больше средств выделяют на Дальнем Востоке. И я думаю, вот то, что разрабатывается больше, сюда люди подтягиваются, приезжают. Даже кто-то и говорил, что как тут, можно работать или нет. Я говорю, конечно, можно, можно работать. Приезжайте, работайте. Приезжают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин